Здравствуйте! Вы смотрите iNews, программа о науке и высоких технологиях. В студии Вика Арифьева смотрите сегодня выпуски. Полстакана воды за полчаса. Ученые представили опреснитель воды размером с портфель. В Татарстане создают единую платформу управления транспортом. Как она работает? Первые умные замки на операционной системе от Huawei. Об этом и не только в ближайшие минуты. Опреснитель воды размером с портфель. Исследователи Массачусетского технологического института представили портативную установку, которой требуется всего 15-20 ватт-час для опреснения одного литра воды. Это означает, что система может работать даже на солнечных батареях. Научный сотрудник исследовательской лаборатории электроники Юн Гио Юн продемонстрировал работу устройства. Добро пожаловать на пляж Карсон. Солнечная панель, батарея, портативный опреснитель воды. Просто кидаем падающую трубку в море. И затем включаем систему. В ходе эксперимента за 30 минут установка выработала полстакана пресной воды. В Казани и набережных Челнах установят более 17 детекторов транспорта и модернизируют 15 светофоров. Они станут частью интеллектуальной транспортной системы, предназначенной для мониторинга интенсивности дорожного движения. Транспортное средство, следуя по маршрутной координации, как бы по расписанию прибывает к очередному перекрестку в тот момент, когда на нем, в данном направлении движения, включается разрешающий сигнал светофора. Но отмечу, что этот принцип действует лишь в том случае, если соблюдаются правила дорожного движения и скоростной режим. Всего на территории Казанской агломерации 479 светофорных объектов, 176 из которых подключены к автоматизированной системе управления дорожным движением. Сегодня в Татарстане формируется единая платформа управления транспортом, которая будет интегрирована с действующими информационными системами. Например, с ГЛОНАСС, геоинформационной системой татарстанского Минтранса и системой транспортных карт Республики. Платформа позволит более эффективно управлять транспортными потоками в городе, повысит безопасность, снизит транспортные издержки и даже улучшит экологическую обстановку, считают в татарстанском Минтрансе. Разработку единой платформы управления планируют завершить до конца 2024 года. Напомним, ранее мы рассказывали об опыте Москвы по внедрению интеллектуальных систем мониторинга дорожного движения. К примеру, благодаря системе «Умный перекресток» проезд транспорта через перекрестки ускорился в 4 раза. Данная технология позволяет анализировать трафик и перенаправлять его в автоматическом режиме, корректируя работу светофоров. Данные собираются с помощью индукционных петель, вшитых в дорожное полотно. Первые умные замки на операционной системе от Huawei. Китайская компания из-за снижения доходов от продажи смартфонов расширяет линейку других продуктов, в том числе устройств системы «Умный дом». Новая разработка бренда – интеллектуальные дверные замки, которые работают под управлением операционной системы «Хармони» – собственной разработки Huawei. Система может идентифицировать объекты в пределах угла обзора 150 градусов. Она сама распознает лица и в процессе работы обучается делать это все лучше и лучше. После того, как «Умный замок» определил человека, ему достаточно нескольких секунд, чтобы открыть дверь. По словам разработчиков, и вероятность, что система откроет дверь не тому человеку – одна на миллион. Открыть дверь можно не только по лицу, но и с помощью смарт-часов, отпечатка пальца, пароля, NFC-карты или просто обычного ключа. Замок питается от аккумулятора, который может работать без подзарядки до полугода. На этом сегодня все. Смотрите iNews каждый день на телеканале «Татарстан-24» и будете в курсе всего самого интересного. До скорого! Субтитры подогнал «Симон»!